Ребята, всем привет! Знаете, что я давно не делал? Я давно не издевался ни над какой бытовой техникой. Что-то захотелось помучить какой-нибудь бытовой прибор. Мясорубка у меня уже была, блендер тоже был, микроволновка тоже и даже робот-пылесос. А вот соковыжималки не было. Подумал я и купил вот такую соковыжималку. Вот она моя соковыжималочка. Я надеюсь, я ее правильно собрал и она не взорвется, когда я ее включу. В комплекте есть две вот такие емкости для сбора сока и отходов. А также вот такая запихалка. А еще вот такая зубная щетка. Кто знает, зачем она нужна? Напишите в комментариях. А самое прикольное, это то, что эта соковыжималка прозрачная. И можно наблюдать, как фрукты попадают внутрь и превращаются в сок. Можно даже заглянуть внутрь. Класс! Ну что, попробуем ее включить? Вау! Она работает, ребята! Смотрите, как там все прикольненько крутится, вертится. Класс! Ребята, я столько всего прикольного придумал, что можно сделать с соковыжималкой, что я просто боюсь, что она может всего этого не пережить. Поэтому сначала я решил сделать супер-мега-мультивитаминный сок и попробовать его на вкус. Обычно мультивитаминный сок делают из двух, трех, ну, может, пяти фруктов, а я купил сразу 10 разных фруктов. Вот они, ребята, все эти фрукты. Это почти все, что было в супермаркете. Тут есть яблоко, груша, киви, банан, манго, грейпфрукт, лимон, апельсин, авокадо и ананас. В общем, я хочу выдавить сок из всех этих фруктов, смешать в один супер-мега-мультивитаминный сок, ну, а потом я его попробую и скажу, какой он на вкус. Итак, сначала фрукты нужно хорошенько помыть, а то эти ананасы, наверное, трогали руками всякие обезьяны. Шутка. Итак, что же первым взять? Ну, давайте самое привычное. Это яблоко. В этой соковыжималке очень широкая горловина, и в нее можно бросать фрукты и овощи хоть целиком. Главное, чтобы они пролезли. Это яблоко не пролезает. Но у меня есть еще одно, чуть поменьше. И оно, как видим, нормально входит и выходит. Итак, включаем соковыжималку и кидаем туда яблоко. Ой, оно там что-то не проходит. Видите, там такая штучка есть. Ой, ребята, я же забыл подставить емкости для сока и отходов. Вот бы сейчас надавил сока. Итак, включаем и заталкиваем туда яблоко. И знаете, это реально прикольно. Прозрачные стенки. Так круто, прям все видно. Как давится яблоко и как из него выжимается сок. Вот это классно придумано. Я тут приготовил графинчик, куда буду сливать все соки. Вау, смотрите, сколько сока получилось из одного единственного яблока. Следующий пойдет груша. Интересно, она войдет в горловину целиком. Вошла. Подтолкнем ее немножечко. Вау, смотрите, как ее покромсало. Оба-на, пошел сок. Ого, какая сочная груша попалась. А сюда, смотрите, выходит жмых. А сок получается, кстати, с мякотью. Так, переливаем грушевый сок тоже в графин. Следующим пойдет киви. И я брошу его прямо с кожурой. Вау, бедный киви. Его поглотила жестокая соковыжималка. Следующий будет банан. Его, наверное, лучше бросать без кожуры. Ооо, банановый сок больше похож на картофельное пюре, чем на сок. Грейпфрукт. Его, наверное, лучше почистить. Ого, вы видели, как брызнул сок? Из него, наверное, куча сока выльется. Ой, что-то я не рассчитал и взял слишком маленький графин. Нужно что-то придумать. Перелью пока в эту емкость. Она немного побольше. Блин, смотрите, уже 600 мл сока. А у меня еще половина фруктов осталась. Наверное, лучше перелить в емкость побольше. Ну что же, теперь лимончик. Ой, что это в середине такое непонятное? Нужно это вырезать. А что, если кинуть лимон вместе с кожурой? Справится ли эта соковыжималка? Ха, справляется еще как. Только брызги летят, смотрите. А теперь берем апельсишку. Что-то, знаете, лень мне ее как-то чистить. Просто порежу на куски, ведь в кожуре тоже витамины есть. Так, что у нас там осталось? Манго. Там вроде косточка должна быть какая-то. И вообще, как его правильно разделывать? Вы не знаете, ребята? Короче, не покупайте манго. Оно как-то по-дебильному разделывается. Так, степерича авокадо. Этот фрукт разделывается очень просто. Разрезаем по кругу, а внутри вот такая прикольная косточка. Похоже на желудь, правда? Говорят, что ее можно посадить и вырастет авокадо. Нужно попробовать. Ну и последний фрукт ананас. Может кинуть его целиком? Как думаете? Нет, лучше отрезать все лишнее, иначе сок будет невкусный. Вау, все-таки классно, что она прозрачная и все видно. Кстати, ребята, кто любит ананасовый сок? Я очень люблю. Ну что ж, ребята, наш эксперимент близится к завершению. Хорошенько перемешаем наш супер-мультисок и будем приступать к тестированию. Только сначала уберу этот срач на столе. Итак, переливаем сок в графинчик, а затем в стакан. Ну что, ребята, буду сейчас тестировать, что это у нас за сок получился. По цвету, как видите, он зеленый. А что у нас было зеленое? Киви и авокадо. Всего лишь эти два фрукта покрасили нам весь сок в зеленый. Удивительно. А что же по вкусу? Итак, пробую. Не могу прям объяснить, на что это похоже. Во-первых, очень сильно слышно апельсин. И как ни странно, яблоко. Ананас по вкусу вообще не ощущаю. Но запах ананаса чувствуется. И вы знаете, зря я апельсин с кожурой бросил. Это добавило какой-то горечи. А так вообще вкусно получилось. Хоть на вид, как будто сок из травы. А представляете, сколько тут витаминов. Это же просто капец. Надо срочно пить. Класс, ребята. В общем, буду я допивать свой супер сок. А вы напишите, понравилось ли вам видео с соковыжималкой. И предлагайте, что еще интересного можно в ней отжать. Я, например, хочу попробовать сделать сок из селедки и крабовых палочек. Как вам такая идея, а? Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok